Ай-блу-ла-буди-ла-буда, на-на-на-на-на-на-ла-буди-ла-буда Всем привет, подписчики и зрители канала! Все мы покупали, либо покупаем товары из-за рубежа, из-за рубежных магазинов. Прекрасно, когда есть доставка напрямую к вашему месту жительства. Абсолютно не важно откуда, абсолютно не важно куда. Это Алиэкспресс, это Ебэй, выбрали продавца, купили, оплатили стоимость доставки. Все понятно, все прозрачно. Другое дело, когда мы заходим в американский магазин, допустим, тот же самый Амазон, хотелось сказать Озон, заходим в тот же самый Амазон, видим товар с большой скидкой, который интересен нам, без которого мы жить не можем, как нам нужно его купить. И понимаем, что, собственно, продавец-то не отправляет напрямую товар в Россию. Что нам делать? Мы начинаем искать службы доставки, посреднические службы, даже вернее вот так. И речь сегодня пойдет про одну из них. Посреднический сервис называется почтой.ком. Я о нем слышал, я через него не заказывал. У меня было достаточно негативное мнение о этом сервисе, исходя из только отзывов в интернете. И опыты моего товарища сам я как бы руками не касался, палкой не трогал. Поэтому вот сегодня история подписчика. Я буду некоторые моменты комментировать, достаточно для меня интересные. Я думаю, что они вам тоже будут интересны. Периодически возвращаться и выходить с вами на видеосвязь, скажем так. Поэтому давайте не будем затягивать вступление и послушаем историю подписчика Романа. Роман, спасибо тебе огромное. На самом деле история прям 10 из 10. Приятного просмотра, дорогие друзья. Картину состоит в том, что бесплатный сер только мышеловки. И вот сервис вот этот почта.ком, он, конечно, сам по себе-то он честный. В плане чего? Да, там честный есть прайс. Но вот только реклама, которая предлагала пользоваться вот этим сервисом. То есть вот блогеры типа Варламова, про хай-тек. Они не говорят о минусах сервиса. Они говорят только о плюсах, явно по бумажке. И выставляя его только в положительном свете. И возможно он реально дешевле, чем все остальные. Но дешевле он выйдет только в том случае, если не пользоваться ихними промокодами. Все оформления посылок делать только своими собственными силами. Также, то есть получается, вот как зарегистрировал у них на сайте свою анкету. Ты должен лично все покупать с Амазона. В момент доставки товара уже составлять его отправку. Ну получается уже к себе на родину. Потому что там есть, так сказать, мелким шрифтом прописанное правило, что самая дешевая посылка, которая начинается у них от 12 баксов, работать только при условии, что ты не пользовался тем самым промокодом, который скидку тебе делает в 7 баксов, который вот как раз-таки вроде ты и хочешь сделать, ну типа потому что ты боишься, что сам все заканешь неправильно. А тут начинается такая именно жопа, что ты вроде сэкономил эти 7 баксов. Окей. Просрал в доставке. В доставке началась уже с 14 с половиной баксов. Но тут ты еще на самом деле просрал. Потому что когда ты начинаешь делать пополнение счета, а пополнение счета происходит через их сервис, то есть ты не можешь просто оплатить визой покупку. Ты пополняешь счет почтокома, за который они с транзакцией берут с тебя еще 2 доллара. Вообще вот эта история с комиссией на ввод средств, она ну совсем неправильная. Потому что я знаю, что с некоторых ресурсов при выводе средств берут комиссию. Например, вы закидываете 100 долларов себе на посреднический счет и предполагаете, что стоимость доставки будет до 100 долларов. Стоимость доставки выходит в 80 долларов. Вы оплачиваете стоимость доставки посреднику, у вас остается 20. И вы думаете, ну неизвестно, когда я еще раз буду совершать покупку в американском магазине и воспользуюсь услугами посредника. Выведу-ка я 20. И ты выводишь 20, и с тебя берут процент на вывод. То есть на 2%. Все понятно, вопросов нет. Это распространенная практика. Тут бузить не буду. Но когда ты вводишь средства для того, чтобы посредник при помощи этих средств оплатил услуги за доставку, и там еще была вложена его комиссия, да еще и курс конвертации невыгодный тебе, не по Центральному банку Российской Федерации. Вот даже на начальных этапах сразу можно сказать, что сервис пытается вытянуть до последней копейки из тебя все, где изначально он говорит, я самый дешевый, самый выгодный, шипито, бандеролька, идите, гуляйте, вы вообще дорогие, вы никому не будете интересны, когда люди узнают мои тарифы. Вот, друзья, смотрите, пожалуйста, вот я, вот давайте со мной работать. По факту, вот даже в начальных этапах платим за каждую мелочь. 2% на ввод, это огромные деньги, конвертация по невыгодному курсу, это отдельная история. В общем, продолжаем. Когда ты уже вроде бы все, там, оформил эту покупку, все, ее купил вроде там со скидкой, блин, ты еще даже не знаешь о том, что тебя дальше ждет вот эта вот доставка удороженная, ты вдруг узнаешь, что вес посылки-то, который тебе едет, который ты вроде бы планировал, что вот товар весит-то столько, но ты-то планировал это вес товара конкретно, ты не знал, что вес коробки будет совершенно другой. И вот в моем случае получилась такая картина, что товар, который я заказал на сайте этого Амазона, причем только у Амазона я эту информацию нашел, нигде больше нет, мой оказался килограмм 800 грамм. А вот коробка гребаная оказалась килограмм 100 грамм. И вот дело в том, что этот сервис Почта.ком, он очень умело оперирует операциями. Распаковать амазоновскую коробку будет стоить тебе денег. Запаковать все в одну коробку будет стоить денег, обернуть в пленку будет стоить денег. Вся вот эта история с допами, с так называемыми, типа там избавиться от лишней упаковки, упаковать посылку в стрич-пленку, сделать фотографии, это распространенная история, она есть абсолютно у всех посредников. У Шепиту она тоже есть, которого я вам рекомендовал. Я просто в том ролике акцентировал на это внимание, потому что это важный момент. Видимо, блогеры, которые делают рекламу, непосредственно рекламу ресурса, они такие, да, насрать вообще, какая разница, сколько ты заплатишь? Друг, у тебя же скидка там 99%, либо 20, либо 50 долларов, да 100 ты заплати, ну что ты жмотишься, мы тебе и так дали возможность сэкономить. В общем, я, конечно, это все шутка, я не таких правил придерживаюсь, и тут-то вся загвоздка заключается в том, что нужно быть очень внимательным к настройкам своего личного кабинета, своего личного посредника, потому что поставив галки до того, как куплен товар, например, на пунктах избавиться от упаковки, сделать фотографии, будет стоить одну сумму, например, там 7 долларов. Ну, это вполне сериальная на самом деле цифра. А вот когда товар уже непосредственно отправили из Амазона, и он пришел на склад посредника, и ты видишь его вес, а он типа совсем тебя не радует, вот там уже избавиться от упаковки, сделать фотографии, будет другая сумма, уже не 7, а 20 долларов. И тут уже, конечно, все зависит от стоимости товара. Если это, например, там до 1000 долларов, само собой ты не проиграешь. А если стоимость товара, ну, допустим, теоретически может быть, я не знаю, там до 200 долларов, то согласись, там каждые 15, 20, 25 долларов, это достаточно существенная сумма, при том, что на Амазоне реально можно посмотреть вес товара, и, например, ты заходишь, переводишь там все в футах, по-моему, переводишь все это дело в килограммы, и ты такой, о, товар весит полтора килограмма. Ну, мозгом понимаешь, что вес может варьироваться, например, 1,7 это его максимальный вес возможный. Ты его покупаешь, такой 1,7, неплохо. Заходишь на сайт посредника, берешь калькулятор, вбиваешь 1,7, доставка до ЕКБ такой, 15 долларов, прикольно. Доставка, допустим, пони экспресс. Все хорошо заказываю. Товар приходит, ты галки не поставил, не ознакомился с информацией в личном кабинете, а у тебя вес товара вместо 1,7 килограмма стал 2,7. И там уже не пони доставляет, а боксбери, например. И доставка не 15 долларов, а 35. А у тебя товар стоил типа 70 долларов. И это уже большой вопрос по поводу того, вообще выгодно это или нет. А еще ты воспользовался промокодом, так называемым, рекламным от посредника. И там вообще, короче, вся канитель началась. И не дай бог, ты кликнешь на одну галочку из тех, что там отображаются, в плане, например, как про хай-тек, когда начинал свой ролик, типа им кола там досталась бесплатно, и все такое. Она еще как досталась заплатно. С колой, блин, я вообще рофлил. Я даже не поверил сначала. То есть, типа, серьезно, что ли? Ну, какой вообще человек в здравом и твердой памяти выберет колу бесплатную, блин, мать его, колу, которая стоит 30 рублей, да где угодно, я не знаю, по скидкам, без скидок 50, добавлять в посылку, вес которой, ты иногда до граммов просто высчитываешь, что думаешь, господи, ну, пожалуйста, меньше 2 килограмм, у тебя 2 килограмма, 10 грамм, ты, блин, потому что другие тарифы уже, потому что те службы, которые доставляют товары до 2 килограмм, они берут, типа, вообще низкую стоимость, а те, что больше 2 килограмм, они берут вообще высокую стоимость. Разница бывает колоссальная, и ты такой, блин, ну, пожалуйста, а тут, типа, ты покупаешь товар и выбираешь колу, чтобы тебе добавили колу, да нахрена она тебя обосралась, кола-то вообще говно, типа, я не бы хоть что-то интересное, я не знаю, протеиновый батон что-то положили. Друзья, и смех пробирает, и с другой стороны, ведь, а действительно, почему до этого никто не додумался раньше, типа, неплохая модель бизнеса, да, таким образом обманывает людей, ты докладываешь товар, который типа в подарок, но одновременно с этим человек платит больше. Так или иначе, посредник-то всегда остается в плюсе. Вы такие, о, мне дали что-то, что стоит бакс, одновременно за этот самый бакс, за сколько бы там она не весила, 0,2, 0,5, вы переплачиваете минимум пятерку, это в самом лучшем случае, а то и 7, а то и 10 долларов. Вот, вот такая вот, собственно, система экономистов, друзья мои, работает. Капец, это, я хохотать могу, блин, минут еще 15, точно без остановки. Потому что бесплатная кола, это плюс полкилограмма веса, которые прилагаются к специальной уже посылке, которая будет стоить уже не 14 баксов, а 22 баксов. Под допом совет один, разбирайте, что такое бруто, что такое нет, и прежде чем делать заказ, обязательно настраивайте своего посредника. И еще очень страшный момент, сервис заключается в том, что там люди вроде бы отвечают на все твои вопросы, они могут пошутить, они могут нормально ответить, в смысле, это реальные люди. Но когда дело доходит до каких-то финансовых вопросов, их волнуют четкие цифры. Не дай бог твоя посылка весит, там, не знаю, например, 2 килограмма и 0,001 грамм, они округляют это только в большую сторону. То есть, минимальный вес, который они, получается, закладывают в посылку, будет весить как 2,5 килограмма. То есть, я просто полкилограмма из-за какого-то 1 грамма будет просто в плюс прибавлен к стоимости посылки, что ее удорожит еще где-то, ну, долларов на 6-7. И в результате, вот, моя посылка весила 2, ой, не соврать бы сейчас точно, 2,820, 2,819. это сумма, которая в 3 килограмма укладывается. Но я за эти 3 килограмма веса в результате отдал 50 долларов. То есть, просто потому, что оформил, во-первых, все по скидке думал. Во-вторых, я сначала оплатил пополнение счета, когда выкупал товар с Амазона с помощью их ресурса, а потом еще получается потратил еще 2 бакса, когда я вдруг выяснил, что стоимость моей посылки еще превращается в 50 долларов. Я, в общем, улетел на самом деле почти в 110 баксов. Довольно ощутимая сумма, когда на кону на самом деле кусок пластика. То есть, скажем так, я в финале уже как бы был просто в ситуации, что я уже как бы деньги потратил и просто так отказываться от посылки, когда вот, ну, они ее не вернут. Там еще есть такие пункты. Ты не можешь вернуть посылку при учете, что ты использовал промокод. Промокод это вообще такой сыр в мышеловке, что мама не горюч. Про невозможность вернуть посылку при использовании промокода я, друзья, даже комментировать ничего не хочу. Просто один единственный вывод. Даже если блогер репутационный делает ролик относительно какого-то посредника, что позволяет вам приобретать товары из-за границы, в любом случае не верьте его словам от начала и до конца. Переходите непосредственно на рекламируемый сайт, переходите на сайт посредника и вручную, при помощи ручки, тетради, своей головы и интернета выписывайте для себя нужные пункты из условий пользования сайтом, из пользовательского соглашения. В общем, изначально подходите к любой рекламе как к чему-то, где вас могут обмануть. Ищите везде подвох. Если вы его не нашли, значит вы его плохо искали, потому что подвох есть везде. И вот случай с промокодом, типа с одной стороны, почтой ком говорит, мы самый выгодный сайт, мы позволяем вам покупать товары с самой низкой стоимостью доставки, бандеролька и шипито, оставайтесь за мной, у меня самая низкая стоимость, вводите промокод, получите скидку. Да, мы не говорим о том, что вы не сможете вернуть товар, но одновременно с этим вы получите самую низкую стоимость товара ever, вообще, когда бы то ни было. По факту, у тебя завод комиссия, у тебя за избавление от лишнего веса, скажем так, посылки, дополнительная плата достаточно высокая, у тебя вообще само по себе взвешивание посылки происходит непонятно как, и это действительно так. Почти все посредники конечный вес указывают в не вашу пользу отличающийся. Если в Амазоне написано вес чистого товара полтора килограмма, мне кажется, не существует ни одного посредника, который бы указал вам реальный вес полтора килограмма. Будет, блин, 1,6, 1,7, 1,8, избавился от упаковки, будет 1,7, блин, не с упаковкой, с упаковкой точнее взвешивав, будет там все 3 килограмма, то есть все в большую сторону стараются завысить, чтобы ты, друг мой, свои последние гроши, которые ты откладывал для того, чтобы конечная стоимость товара была выгодной, чтобы ты отдал посреднику, все на это рассчитано, и в почте.com вот это прям настоящий живой пример того, как тебя хотят нагреть абсолютно на всем. И в результате, да, в общем, 110 баксов где-то обошлась моя посылка, и вот все эти сраные блогеры, они так в уши сут, извините за мат, про то, насколько это выгодный сервис, и я попался именно в ситуации, когда, в общем, один из тех, кто снимал про этот почта.com, выложил видео, надеюсь, ты приложишь там ссылки, я тебе до этого оставлял. Давайте посмотрим этот ролик. Сегодня мне пришла посылочка, я даже санночки взял, интересные, сейчас все покажу. Воспользовался я службой доставки товаров из Америки почтой.com, нужен мне был лобзик электрический, и надо мне было заточкой для ножей, как вы помните, на канале, да, у меня, что ножи, проблема, заточить, сколько я этих заточек не попробовал, подсказали мне взять в Америке. И вот данная служба, я посмотрел там разные расценки, да, вот у этой службы почтой.com, почтой.com, у нее самая дешевая, адекватная цена по доставочке. выложил видео, где какой-то мужик на фоне страны почты России в каком-то Усть-Залупинске, на фоне каменного какого-то, блин, бомжатника, называющейся почтой России, выкатывается, катит санки, на которых едет коробка большая, с якобы электроинструментом. И он там хвалится, что вот, я купил дико выгодную покупку, типа, у нас тут каждый электроинструмент стоит по 10 тысяч рублей, если их заказывать там через наш интернет-магазин или еще чего-то, а там я прям вообще скидку-скидку получил, ну, типа, в его словах. И по инструменту, как и по другому тяжелому товару, весомому товару, нужно, конечно же, не забывать о том, что вот все говорят о том, что скидки в Америке там 90, 70, 100% бесплатно товар раздают, конечно, нет. Есть только такие дни распродаж по типу Черной Пятницы, какая-нибудь там новогодняя распродажа, я не знаю, блин, 8 марта, 23 февраля, вот тогда реально можно что-нибудь найти, либо просто периодически заглядывать на тот же самый Амазон и выискивать для себя выгодные предложения. Но это не означает, что вы сможете купить товар, который стоит у нас 30 в Америке за 3. Вы, типа, сможете там его найти за 18, например, а у нас он стоит 30. Но чтобы доставить товар, который стоит 18, а если мы говорим о инструменте, который весит от 5 килограмм с этими наборами, там может быть доставка еще 8 тысяч, 18 плюс 8, 26. И конечная стоимость 26 и 30, ты такой, не такая уж и выгода. И это мы еще не считаем всякие допы в виде распаковки, там обмотки пленки, фотографии, там так или иначе все, но еще на 20-ку вылетит. И ты такой смотришь уже, уже не 26, уже и 27, и 28, ты такой, а курс-то 80 рублей же уже. И ты такой, 30-то было по старому курсу, а тут-то по новому, по старому-то где 60, а тут 80, так я еще и вместо 30, 32 заплачу. Короче, вообще не выгодно. Поэтому, как бы не то, что не думайте о том, что там типа все супер дешево, там скидки действительно есть, но в конечном итоге это вы не получите товар за бесценок. Либо если и получите, он будет супер нерентабельный, либо если и получите, он будет поюзанный, либо если и получите, то не получите. На мошенника, короче, нарветесь. Слушаем дальше. И в результате ты там смотришь, да, типа ты с Амазона со скидкой купил там один электроинструмент за 4 тысячи, другой инструмент за 4 тысячи. Только вот в чем момент, этот пидорас, блин, не акцентировался на том, что он, чтобы отправить эти две ебаные посылки, вот сейчас меня прямо вообще уже забомбило, получается, заплатил сервису за то, чтобы они распаковали его посылки, вытащили все содержимое из них, переложили в какую-то свою коробку, то есть, потеря гарантии, потеря заводской коробки, потеря, при том, что это уже как бы доставка из другой страны, непонятно, рабочий товар или нет. У меня такая же дилемма на самом деле была, когда я покупал себе DJI Phantom 4 Pro с Амазона, и он был, как бы вот у него сам квадрокоптер, потом был кейс из материала, похожего очень на пенопласт, и потом была картонная упаковка, вот эта картонная упаковка весила больше килограмма, а сам вес квадрокоптера с коробкой был что-то в районе 5 килограмм, чуть меньше, 4,8 по-моему, и у меня была дилемма, типа, заплатить ли за этот килограмм, потому что я тогда не знал, буду ли я пользоваться активно квадрокоптером, я думаю, ну, куплю, в любом случае, дешевле, чем купил бы в России, не понравится, продам за ту же самую стоимость, либо чуть дороже, и вот по этой коробке я прямо не знал, что делать, потому что, типа, для того, чтобы доставили с коробкой, я должен был заплатить аж на целых 15 долларов больше, а без коробки, там пенопластовая упаковка, она не супер-то и защищает, а там все-таки картон толстый, и по итогу я выбрал отправлять как есть, без дополнительной распаковки, потому что 15 долларов я плачу еще из-за упаковки, ну, типа, 15 долларов я плачу плюсом за то, чтобы мне, грубо говоря, отправили весь товар в сборе, то есть, как он есть, я даже не то, что их плачу, я просто переплачиваю за то, чтобы никто ничего не делал и просто за вес плачу, но если я говорю выбросите упаковку, я плачу 5 долларов, получается экономия всего в десятку, вы сами должны понимать, 5 долларов за то, чтобы просто взять товар и выбросить картонную упаковку, которая, ну, изначально защищает то, что находится внутри, это, наверное, самые легкие деньги для тех людей, которые занимаются подобным видом деятельности. И вот получается, что с паковка двух вот этих единиц товара по 4 тысячи рублей в одну единую коробку уже приводит к тому, что он заплатил там что-то около 24 или 32 баксов за специальную отправку посылки с определенным весом, то есть, это уже там еще пунктики-пунктики, при этом он ее запаковал, там полиэтилен и все остальное, это еще дополнительное ко всему, а в-третьих, он никому, ну, то есть, эти блогеры, они не берут и не говорят, что, например, вес электроинструмента, он, извините, мама моя, не горюй, это выше 5 килограмм, явно, какой нахрен электроинструмент может, например, весить, там, килограмма 2-3, да каждый инструмент может весить, там, по 3-4 килограмма, ну, в общем, и получается так, что там, среди его видео, где он не акцентировался, опять же, учту, в общем, цена доставки у него обошлась почти в 200 баксов, в общем, у него в финале товар пришел, я там долго считал, там, с одним моим коллегой по работе высчитывали, думали, блин, где же там выгода, он в результате с выгодой в 2000 рублей купил, то есть, он мог в российских сетях купить такие же посылки за 20 тысяч рублей, но он купил, типа, через сервис почта.com из Европы при учете уже каких-то скидок там на каких-то левых сайтах, сайтах, купил это все, запаковал, распаковал, перепаковали ему, отправили в Россию, он заплатил только за гребанную доставку почти 180-200 баксов, сервис не предназначен, вот эти сервисы, вот это вот, что рекламирует Кисемяк, Оптимистор, извиняюсь за голос, если писклявый, но так получается с телефона, Кисемяк, Оптимистор, Варламов, Про Хай-Тек, да господи, их много, там, ой, а если бьюти-блогеров еще всяких вот этих, или какие-то шмотки торгующие, шмотки там рекламирующие, или всякие там сервисы типа Китай, там, ну вот это вот, которые как раз посылками из интернета занимаются, они все берут и рекламируют сервисы свои, вот, то есть это не только Почта.кома касается, это касается и Бандерольки тоже, там вообще конские цены, там за 32 бакс, там от 20 баксов и выше начинаются вообще отправки, то есть Почта.ком, которым я воспользовался, это еще более-менее там жить можно и то только в том случае, если ты прекрасно знаешь, что ты себе присылаешь, сколько это весит и желательно, если ты изначально складываешь либо что-то легкое в одну посылку, либо несколько вещей, если они в средней тяжести, в перепаковку, упаковку. Этот сервис, он изначально не настроен на то, чтобы вам отправить товар дешево, он поимеет с вас денег со всего, каких-то добавлений услуг, типа фотографии за 4 бакса, то есть к ним приехал ваш товар, они его там как-то взвесили, в чем этот товар, то есть он приехал к ним с Амазона, к примеру, вы без понятия, в чем прислал Амазон эту посылку, и вы на собственный страх и риск, или же просите их за 4 бакса сделать вам фотографию сраную этой коробки, которая вам на самом деле нафиг не нужна, а с другой стороны вы не знаете, а в коробке или там что-то приехал, или как, то есть вы не представляете, что там, и вот получилось так, что то, что я заказал, сама коробка, которую я взвешивал весело, то есть где-то почти полкилограмма, в которую Амазон только погрузил, а еще полкилограмма почти весила моя внутренняя часть, вот которая как раз уже относилась к моему товару, а это, в общем, это сервисы как бы работающие, но одновременно наебщики ищите, я где-то видел еще один ролик, присылал тебе, там парень разжевывал ситуацию, что он там какое-то расследование провел, где вообще базируется этот почтоком, он там еще про пинбол, как-то с охотой пинболом был связан, он покупал какое-то оборудование охотничье, которое не является оружием, ну, по причине, что оно там какое-то имя для пинбола, и получилось так, что ему сервис не хотел присылать то, что нельзя никак вернуть, то есть, опять же, вы, делая покупки через подобные сервисы, не в курсе того, что дальше будет с вашей посылкой, сервис вдруг в какой-то момент, то есть, до покупки он вам ничего не сказал, что с покупкой что-то не так, но когда вам посылка уже к ним придет, они могут сказать, знаете, мы вот эти батарейки видим, как нечто опасное, относящегося к оружию, и все, и они вам не отправят батарейки. тут я, наверное, немножко не соглашусь с Романом, не потому, что он говорит что-то неправильно, он говорит все абсолютно верно, просто в любом случае, как, типа, каждый посредник, это служба перевозки, это служба доставки, в конце концов, для нас с вами, и у каждой службы доставки есть определенные ограничения на перевозку, некоторые не везут литий-полимерные аккумуляторы, литий-ион, некоторые не везут холодное оружие по типу ножей, пусть даже это будут какие-то коллекционные предметы, в общем, яды те же самые, не везут медицинские препараты, нужно ознакомливаться просто на сайте и изначально для себя понимать, что это за категория товаров такая, и если у тебя есть подозрение, друг мой, о том, что на сайте написано перевозка батарей с ограничениями, а ты думаешь, что я покупаю ноутбук, то обязательно напиши об этом посреднику и спроси непосредственно у чата поддержки посредника, а вот я покупаю ноутбук, а у него литий-полимер, а как, собственно, я получу товар, если у вас написано, что перевозка батареи с ограничениями, они такие, да, друг мой, не парься, короче, вот самолетом доставим, поездами не доставляет, самолетом доставили, например, наоборот, то есть нужно, безусловно, как бы на это обращать внимание, плюс мне еще относительно недавно писал подписчик такую очень интересную историю, он покупал камуфляжную форму для охоты, по-моему, я вот тоже тут что-то не помню, какая-то ситуация была, я, может, где-то найду, ее прикреплю, может быть, нет, и, в общем, фишка в том, что форма была куплена, она пришла на склад посреднику, а посредник залупился и сказал, что расцветка, вот товар такой расцветки невозможно перевести, типа, я не буду его отправлять, и все, и как бы, и на этом разговор окончен, получается, человек стал в абсолютно невыгодную ситуацию, он не посмотрел правила, не ознакомился, что вообще есть, как бы, такой дурацкий пункт, списывается с продавцом, продавец говорит, типа, а я не буду принимать товар обратно, у меня там была акция, я просто, надо было читать, короче, страницу с заказом, и у человека, собственно, вот он остался в такой, в таком неприятном положении, он купил товар, заплатил за него деньги, он пришел на склад посреднику, посредник не отправляет товар, потому что не может, по его правилам, вот именно такая расцветка, невозможно к отправке, я не знаю почему, типа, невозможно отправить цвет хаки, не знаю почему, вот, одновременно с этим посредник и не может отправить обратно продавцу, потому что продавец просто товар не примет, И ты деньги заплатил, и ты будешь еще деньги платить за всякие отправки, переотправки. В общем, насколько я понял, так эта форма что-то там и осталась где-то. Там еще проблема в том была, что продавец, не продавец, а посредник, вроде бы в один момент, в какой-то из моментов согласился отправить товар, но сказал, что заполнение таможенной декларации на тебе ложится. Типа, если затормозят, разбирайся сам. Типа, тебя куда-то там вызовут, не мои проблемы. И я ему посоветовал, что в таможенной декларации, там можно как-то все это делать, я не помню, честно говоря, но вроде бы как вариантов развития ситуации два, либо что она до сих пор там, вся форма до сих пор у посредника, либо что-то где-то кто-то отправил и сейчас уже охотится в новой одежде. Они просто будут акцентироваться, нет, мы не можем отправить, а вы не можете вернуть в магазин. И деньги уже уплочены, и товар не приедет. В общем, стрёмные эти все сервисы, и пользоваться ими надо только в том случае, если вот прям вообще очень сильно припекло, и других вариантов доставки откуда-либо у вас нет. А накрутка веса это прям стрёмная штука. Кстати, Computer Universe тоже этим, как сказать, грешил. Ну, например, Computer Universe, когда я у него покупал видеокарту RTX 2070, вместо 1,7 килограмма, которая на самом деле весила видеокарта, учитывал вес на сайте как 3, 2,5 или 3 килограмма, уже не помню, бумаги где-то залежались. Но Computer Universe, ладно, ему можно было простить, потому что финальная сумма всех вот этих вот комплектующих, которые они прислали, во-первых, они не распаковывали содержимое, во-вторых, они давали какую-то гарантию, в-третьих, приезжало всё в одном едином паке, запакованное в 300 пакетов, в какой-то мешок с заводской пломбой. И ты точно знал, что, блин, никакая мразота туда руки могла не запустить. По Computer Universe я ведь вам давно уже говорил, у меня много роликов снято относительно того, как они косячат с весом, они косячат кучу раз в невыгодную для покупателя сторону, кучу раз в выгодную для покупателя сторону. И если я нахожу какие-то баги, я обязательно их публикую, они, правда, после этого живут недолго, но, тем не менее, почему бы мне с вами не поделиться, я ведь не безграничен в своих тратах и в бюджете, поэтому, сделав один заказ, я вам что-то выкладываю, безусловно, набегает очень много желающих, и потом тема глохнет, так или иначе. Но Computer Universe, он, да, вполне себе выставляет вес товара, там, как 5 килограмм, при том, что товар весит 10 килограмм и выплатится доставку меньше. Либо, например, тот же самый Computer Universe ставит вес 5 килограмм на товар, который весит, там, 100 грамм, примерно, какой-нибудь чехол. Часто бывает такое с распродажными товарами, которые, например, там, продаются за 0,11 евро, 0,20 евро, это вот всякие чехлы для непонятных моделей, для старых смартфонов, и вес вот этого чехла, там, 1 килограмм, как чекается. И получается, что ты бы его и закинул в свой заказ, ведь он ничего не стоит. Отдовременно с этим это килограмм, это к конечной стоимости, к общей стоимости прибавляет достаточно... Короче, вы получаете ощутимую прибавку. И если бы вы заплатили, например, там, 30 евро без вот этого килограмма, как бы все нормально, а с этим килограмм вы платите 33 евро. И получается, чехольчик-то выходит уже не 0,11, там, а 3,11 евро, и ты уже такой, ну, оно, наверное, того не стоит. В общем, да, компьютер Юниус косячит, есть, как бы, такая история, но я уже говорил о том, что бывает и так, и так, и просто это безалаберность магазина. А вот посылка с почтокома, она просто стоит столько, ну, то есть, дорого, она просто получается дико дорогая, просто с нихрена, просто потому что вот у нее совпало, вот вес такой оказался, вот и все. Хочешь распаковать, плати деньги. Хочешь запаковать, плати деньги. Хочешь пленку, плати деньги. Хочешь добавить что-то, плати деньги. Столько платишь деньги. То есть, в финале стоимость товара вообще может оказаться финальная, неактуальна. Если данная вещь по какой-то причине, которая вам интересна, продается где-то на территории России, лучше купить здесь где-то на территории России, чем покупать через эти мнимые сервисы из-за какой-то якобы выгоды в тысячу-две рублей. Тысяча-две рублей, как на деле сейчас оказывается, ни хрена не стоят относительно доллара. Они могут быстренько сгореть где угодно. Это всего два раза сходить в Макдональдс. То есть, это не деньги сейчас. А другое дело, это потратить нервы на этих сервисах, которые могут отожрать твои бабки и не дать тебе вообще потом никакого выхлопа. Любой бизнес формируется на том, чтобы приносить прибыль. Если он приносит меньше прибыли, то начинают придумывать какие-то, ну, может быть, не совсем правильные, но одновременно с этим законные способы дополнительного дохода. То есть, когда приходит государство со своими налогами, предприниматель же не может сказать, я тебе не буду платить. Ну, вернее, он может не платить, но потом предпринимателя не будет как предпринимателя, он будет сидеть как обычное физическое лицо и будет ходить работать так же, как мы все с вами там, грубо говоря, на дядю. Если же бизнесмен хочет быть бизнесменом, предприниматель хочет быть предпринимателем, то в первом случае предприниматель предпринимает от себя все зависящее, чтобы получать какой-то дополнительный доход с продаваемых услуг, в конце концов, удешевлять себе стоимость товара, возможно, где-то меньше вкладываться в рекламу, ну, в общем, всяческими способами стараться сделать так, чтобы прибыль была больше. А бизнесмен придумывает новые способы наи-бизнеса. И вот, собственно, один из способов наи-бизнеса – это наценка на продаваемую продукцию, там, в 300-400 процентов. Это продажа товара по невероятно высокой стоимости относительно его себестоимости. Это реклама, вот, в принципе, реклама заведомо плохого товара и выдаваемого в рекламе как хорошего и так далее. Я просто разграничиваю понятие предпринимателя-бизнесмен, потому что для моего сознания это абсолютно разные вещи. Правильно, в общем, говорят, что бесплатный сыр только в мышеловке. И, ну, к сожалению, в наших реалиях компьютер-универс не актуален больше. Алиэкспресс, кстати, начал завышать цены в два раза. Доллар стремится вверх. И такое подозрение, что рано или поздно придется покупать нам только с каких-то распродаж. Потому что цен адекватных, равных европейским, можно только дождаться, когда товар будет уже выведен из эксплуатации, распродаваться и все такое. Прям очень обидно. И вот эти вот всякие микромагазинчики, которые барыжат техникой, якобы дешевые, которые тоже не дают никаких гарантий, вот тому и подтверждение, что все везде пытаются обмануть. Просто всем поголовно, на самом деле, пытаются заработать на вас. Одни могут взять деньги и не вернуть, другие могут накрутить цену и продать вам все в десяток раз дороже. В результате вы все равно лишаетесь гарантии. И, в общем, это все того не стоит. А если возвращаться к теме вообще почта.кома, советую ли им пользоваться? Скорее всего, да, но в случае, если вы реально знаете, какой товар вы присылаете, и вы уже заранее рассчитали все возможные потери, что данный товар вы точно не купите нигде на территории России. То есть, вот он вообще никак не присутствует. Вот мой товар именно так до меня и добрался. Это была площадка для корсеровской клавиатуры К-63. Она просто не продавалась уже на территории России. Ни на Авито не найти ее. Сама клавиатура уже, на самом деле, давно вышла из продажи. И с официального сайта она не продается. И в Германии ее нельзя сделать оформление заказа к нам. То есть, везде какой-то костыль. И именно на основе вот этой вот ситуации я думал, что ладно, отдам я эти сраные 60 баксов. Конечно, обидно, но отдам, ладно, я за эту подставку. И все, я там буду выигрышем. Ну, отдам я еще там где-нибудь 20-ку за доставку. Но я не знал, что в результате вот этой скидки, которую я применил, я в результате потрачу еще свыше 30 баксов сверху. Вот. Да, бесплатный сыр только в мышеловке. Спустя некоторое время Роман мне отправил еще и сообщение, которое выглядело не как аудиозапись, а как сообщение. Давайте его вам прочитаем. В дополнение я хотел добавить, что прежде чем посылка до меня добралась, она перешла через руки четырех посредников. Боксбери и еще кого-то. И в результате мне ее выдавали в отделение Ростелеком, где у них даже весов не было, чтобы свериться с весом. Солнце хорошо освещает. Вот эта история, которую я сегодня вам поведал, история, которая случилась с подписчиком Романом, она, безусловно, имеет частный характер. И сегодня мы взглянули на проблему лишь с ее острых углов. Рассмотрели, скажем так, недостатки. У каждого посредника есть и свои положительные моменты, стороны. Я уверен, что у почтой точка кома этих моментов достаточно, ведь люди покупают отзывы. Есть последние. То есть сервис не умер, он не скамит, и там никакой, и не занимается откровенно мошеннической деятельностью. Просто некоторые посредники обладают отличным сервисом. У некоторых есть возможность выбрать несколько почтовых адресов, или там уже выбирать, где стоимость доставки дешевле, где, может быть, безналоговый штат. Некоторые делают классные фотографии, некоторые там тебе чуть ли не звонят, когда у тебя посылка хоть как-то сдвинулась с пункта на пункт. У всех есть свое преимущество. Вот у почты точка кома, видимо, есть промокод, при вводе которого вы лишаетесь возможности отправить товар обратно. Есть преимущество в виде Coca-Cola, за которое вы заплатите 10 бачей. Ну, это на любителя, конечно, приколюхи для мазохистов. Но, собственно, они есть, и почему бы и нет. Моя задача была показать все как есть, честно, без купюр, как говорится. Мнение о всяких рекламах и блогерах, я думаю, вы себе уже составили. Просто, друзья мои, как мне кажется, не нужно забывать так называемые факапы. Если кто-то где-то обосрался, если кто-то где-то сделал что-то неправильно, прорекламировал кого-то не того, нужно 10 раз подумать о том, чтобы в дальнейшем доверять этому человеку. Потому что деньги не пахнут, знаете. Вот мне тоже очень много что предлагали, но на рекламу я не соглашаюсь. А некоторые соглашаются, получают бабки свои, потом продолжают деятельности, такие, да, почему бы нет, вот почему бы нет. Я вот богатый человек, могу себе позволить. Почему бы нет, не знаю. Мне кажется, что это просто нечестно по отношению к людям. Не знаю. Не знаю, друзья мои, в общем, на этом ролике заканчиваю. Спасибо за то, что посмотрели. Роман, спасибо тебе за историю, она реально была очень классная. Мы хотели с тобой связаться в скайпе. Я хотел сделать такую конференц-связь, чтобы в дальнейшем подписчикам, может быть, было интересно это посмотреть в качестве стрима. Но получилось, как получилось. Если у вас есть какие-то интересные истории относительно почтой.com, не почтой.com, не важно. Всего, что касается доставки электроники, просто интересная история о том, как вы классно провели лето у бабушки в гостях, оставляйте мне комментарии. Возможно, эта история будет действительно интересной. Если она вам не кажется интересной, она, скорее всего, интересная. И она окажется в ролике. Всем спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем удачи, хорошего дня. Пока.